всем привет на календаре 3 сентября четверг ну что сегодня есть о чем поговорить новость которая по большому счету серьезное влияние оказала на рынок на пару доллар рубль заявление канцлера германии фрг меркель о том что якобы навальный был отравлен ядом по названию новичок якобы история повторяется с сразу аналоги со скрипалем в лондоне и так далее значит смотрите понятное дело что за этим последуют какие-то действия реакция безусловно запада я полагаю что эта ситуация будет поводом для того чтобы сказать реанимировать санкционную политику против россии безусловно понятное дело что на это все отреагировал пара доллар рубль вчера прыгнула буквально в какие-то считанные минуты прирост со плюс два с половиной процента практически два страны процента и сегодня торгуется уже на отметке 75 практически с половиной рублей за американский доллар конечно же на это все также отреагировал и российский рынок фондовый рынок падение общего индекса московской биржи на 0 62 процента сильнее всего конечно же пострадали бумаги наиболее ликвидные наиболее такие топовые из голубых фишек мтс сбербанк газпром и так далее то есть понятно это все в принципе закономерно теперь давайте поговорим по поводу что дальше и вообще что это такое начнем с того что помимо вот новости о новичке а вот ситуация вокруг навального конечно же еще и другие новости которые тоже негативно отразились на рынке вот например нефти она ведь тоже вчера у нас упала практически на чуть ли не на три с лишним процента нефть марки brent торгуется ниже отметки 44 и даже 45 долларов за баррель ниже этой отметки там тоже свои поводы но давайте вот по порядочку значит по поводу навального по поводу новичка я считаю в этом и лично субъективное мнение конечно же она может быть не совсем правильным но в любом случае вся эта история конечно же это чисто на мой взгляд политическое действие политическое решение потому что необходимы какие-то поводы для того чтобы оказывать какое-то влияние на россию тем более мы с вами понимаем что ситуация в мире непростая как с экономической точки зрения как и с политической точки зрения выборы в соединенных штатах америки в ноябре месяце там тоже есть свои заморочки на этот счет безусловно а антироссийская риторика это вполне себе прогнозируемое явление вот сейчас появился реальный повод для того чтобы но каким-то образом может быть отвлечь от каких-то вещей может быть наоборот нагнать жути жути может быть каким-то образом приостановить да то есть показать вот например всему миру да что от или россии в частности как одной из стран которые как правило всегда является виновником всех бед ну в кавычках и безусловно короче говоря вот эта история с навальным на мой взгляд это некоторые такой был повод для того чтобы все это дело начинать запускать весь этот механизм санкции давление там может быть каких-то может быть других действий на политическом фоне и понятно вот вот смотрите если бы действительно это было бы замешано российское руководство да как это говорят запада я сейчас не оправдываю не российское руководство не западных там не знаю участников всего этого процесса я будешь просто пытаясь разобраться то россия если бы была замешана вот в действительно в отравлении навального то я считаю что вряд ли бы да вот мы бы просто так взяли бы и отпустили его на лечение в германию потому что ну вот это было бы нелогично это во-первых во вторых если бы была бы цель например каким-то образом устранить вот представителя оппозиции то это было бы сделано на мой взгляд может быть каким-то другим бы способом может быть как-то более грамотно более как профессионально что ли я не знаю какой-то не дай бог там несчастный случай и так далее но этого не произошло на поэтому все это конечно такой политический момент а я считаю что в этой ситу в этой истории как бы так кощунственно не звучало но навальный он оказался знаете такой центровой пешкой в этой во всей большой игре разменные монеты что называется и сейчас конечно все эти вещи разбираются в берлине сейчас они пытаются это все доказать хотя доказательств этому нет но вся эта история нам еще раз показала вот то что конечно же наш рынок российская валюта в российские компании акции имею ввиду они крайне зависимы не только от экономических каких-то показателей экономических данных они зависимы в большей степени от каких-то внешнеполитических игр геополитических игр и в этом конечно же безусловно есть большой риск и опять-таки для нас вся эта история мы сейчас конечно не будем докапываться до истины потому что это может как не наш совсем уровень для этого из другие совершенно службы и люди но мы должны для себя сделать вывод такой что конечно же диверсифицировать все свои инвестиционные портфели вкладываться например в том числе в зарубежные активы в том числе в иностранную валюту в доллары это конечно же против рубля в случае вот когда то все происходит это ну просто становится такой знаете вот просто необходимостью это уже не просто какая-то дань моды или какая-то какое-то желание о том что инвестировать в акции американских компаний либо доллары покупать это уже становится какой-то крайней необходимостью вот значит ну что здесь остается вероятно всего конечно эта ситуация она испортит отношения с западом вероятно будут еще санкционные какие-то меры приниматься конечно на этом фоне рынок будет продолжать оставаться под давлением и до российский рынок в том числе российская валюта российский рубль если мы посмотрим то конечно сейчас будут разбираться будут разрешать что это как это все какие-то доказательства будут приводиться но так или иначе конечно же сейчас западные инвесторы которые в какой-то мере присутствуют на нашем рынке они безусловно будут уходить с этого рынка конечно это будет отражаться на российском рубле с точки зрения движения цены конечно же здесь потолок здесь по большому счету пока не ограничен то есть до движения цены вероятно локальное движение это 77 ну как понятно дело что рубль могут уронить и до 80 и даже выше да то есть если там действительно начнутся серьезные проблемы в части финансового сектора в части производства сектора имею ввиду будут санкции да вот у всех этих направлениях то конечно рубль будет терять по отношению к доллару и цена ему будет за 80 то спокойно да то есть не будем этому удивляться поэтому здесь сказать внесет внимание на всю эту историю безусловно доллары покупать даже на этих уровнях сейчас вполне нормально вполне до вполне будет оправданное действие потому что риски ослабления российского рубля при таком раскладе достаточно серьезные теперь по поводу экономики обвала нефти но нефть обвал от конечно громко сказано но тем не менее падение нефти на почти три процента это конечно тоже серьезное движение в рамках дневного трейдинга так сказать какие у нас причины но у нас вчера вышли данные по рынку труда в штатах значит вот этот вот показателя который мы анонсировали значит изменение числа занятых в не сельскохозяйственном секторе экономики сша да то есть ожидание на порядок практически чуть ли не в половину ниже чем ожидали специалисты ожидали скажем так участники этого рынка то есть достаточно плохие показатели это говорит о том что рынок труда крайне плохо восстанавливается в штатах несмотря на все меры которые принимаются фрс который принимает меры белый дом вливает буквально доллары в экономику посмотрите на индекс smp 500 он буквально очередные вот каждый день показывает исторический максимум что конечно же уже просто но становится какой-то нелепой ситуации то есть когда мы видим действительно плохие данные по рынку труда мы видим очередной исторический рост smp 500 поэтому здесь ну действительно такая вот идет найти отсутствие какой-либо корреляции отсутствие какого-то может быть даже прямо назовем здравого смысла во всей этой истории поэтому здесь конечно же на фоне вот этих данных по рынку труда и обвалилась у нас нефть потому что нефть это тоже такой индикатор некоторый экономического роста когда мы видим что есть признаки такого плохого состояния экономики как от рынок труда в частности то конечно же нефть как некоторые такой придаток дату сырьевая подпитка вообще экономического роста она теряет в цене это значит что спрос на нефть будет снижен но и безусловно отсюда и соответственно реакция с цены на эту нефть но и при этом мы с вами обращаем внимание что у нас вышли недостаточно неплохие оптимистичные данные по запасам сырой нефти которые показали сокращение почти чуть более 9 миллионов баррелей за текущую за прошедшую точнее неделю давайте посмотрим на официальную статистику энергетического агентства вот у нас предыдущая неделя 507 и 7 миллионов баррелей а по факту за последнюю неделю завод по крайнюю которая была оценена ниже 500 тысяч 500 миллионов то 498 и 4 миллиона баррелей сегодня имеется мы эту ситуацию тоже в общем-то обсуждали им для нас вот именно эта статистика не оказалось никакой то есть никаким таким сюрпризом мы знали что запасы действительно сократятся почему потому что тут вмешался ураган лаура сокращение добычи в мексиканском заливе а постепенное потребление у повышения потребительского спроса на нефтепродукты в сша но и так далее но отсюда соответственно такая у статистика и несмотря ни на что не на все это конечно же нефть у нас скорректировалась и остановилась ниже отметки 44 и 4 по факту пока пишется вот данный обзор какие перспективы перспективы я считаю здесь будут найти такие некоторые неоднозначные с одной стороны глобально дайся рассуждать в целом по рынку сейчас риски внешне опять-таки эта политика безусловно это выборы в штатах в ноябре там вероятно будут столкновения демократов с республиканцами даже если кто-то будет там побеждать да то есть набирать какие-то политические очки это начнется опять бодание опять-таки возможно туда китай вмешает безусловно это геополитика уже пошла сюда опять-таки вмешивается ситуация внутри самого штата что самих штатов опять-таки это идет забуксовка дополнительных мер поддержки в вот для экономики штатов это вот вопрос которым сами тоже обсуждали короче говоря вы вся вот это вот весь этот винегрет он сейчас конечно будет работать в по большому это счету негативно да то есть создавать некоторый такой нервозный фон для рынка и сейчас вот что-то так вот произойдет рынок обвалится безусловно сразу потому что но признаки пузыря здесь они просто очевидны это с одной стороны с другой стороны искусственное надувание от этого пузыря я это так называю конечно же это может быть еще даже понимаете рынок сейчас идет против какой-то но здравого смысла против логики то есть идет падение экономики но идет накачивание рынка долларами деньгами да то есть теми деньгами которые вливается в в этот самый рынок да поэтому идет и рост вот этих вот котировок конечно же здесь покупать на этих паях опять-таки тоже не приходится то есть ну тут вы понимаете даже рука не пытается дрогнуть до нажать кнопку купить для того чтобы потом стать свидетелем какого-то грандиозного падения рынков то есть по живем увидим что называется если говорить про российскую экономику про российский рубль и про наши внутренние вещи то здесь конечно тоже своя история то здесь накладывается на внешние риски еще и добавляется внутриполитический риск поэтому здесь безусловно рубль вероятно будет падать и здесь даже при каких-то коррекциях надо закупаться долларом тут никаких других перспектив я по крайней мере не вижу и понятное дело что если например кто-то спекулятивно держит какие-то например позиции по акциям например по сбербанку но здесь единственное то есть по сбербанку что это может быть ожиданием значит дивидендов до точник планируется дивиденды достаточно неплохие рекордный обсказал за историю выплаты дивидендов по сбербанку вероятно это еще поддержит рубль по пардон под поддержит акции например одного из крупнейших представителя фондового рынка это как сбербанк да но очевидно здесь конечно перспектива дальнейшая крайне туманно и вероятно здесь мы с вами будем видеть глубокую коррекцию ближе может быть даже уже к выборам штатах в осенью может быть зимой и может быть даже следующий год 2021 год невероятно пойдет под скажем так под 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 флагом медведи да то есть те которые продают и тенденция только нападение но опять-таки не будем сейчас забегать вперед перспектива конечно же крайне нервозная негативная вот и все позитивы которые мы сами пытаемся выловить из всей этой мутной воды все это сразу одночасье перекрывается вот такими вот различного рода заявлениями короче говоря продолжаем следить покупаем доллары запасаемся так сказать терпением и все-таки стараемся на этом все-таки зарабатывать коротко на этом все дальше будем следить за ситуацией подписывайтесь на канал и будем конечно безусловно обсуждать дальнейшие новости пока до встречи в эфире